Природные процессы заметно влияют на людей. Из-за снижения температуры в зимний период в организме происходит ряд изменений, которые помогают поддержать здоровье в холодных условиях. Во-первых, происходит сужение кровеносных сосудов, благодаря которому уменьшается теплопотеря. Во-вторых, для получения энергии организм усиленно использует жировые запасы и увеличивает активность термогенеза. Трансформация происходит и в иммунной системе. Улучшается циркуляция лимфы, помогающая в передаче иммунных клеток организму. Это, конечно, хорошо, но также важно помочь организму в этот непростой период. Ряд правил. Во-первых, это одеваться тепло, одеваться по размеру. Одежда должна быть не впритык. Обувь должна быть удобна, чтобы на размер побольше, чтобы была теплая стелька. Дальше ни в коем случае нельзя алкоголь, кофе, энергетические вот эти напитки, так как они уменьшают чувствительность к холоду. Также не нужно носить металлические украшения. Кольцо золотое или серебряное уменьшает циркуляцию крови в конечности. Скоро Казань накроет морозы, поэтому стоит готовиться к ним уже сейчас. Чаще всего при температуре ниже минус 15 градусов могут возникать обморожения выступающих частей тела, ушных раковин, носа, пальцев, рук и ног. Поэтому стоит подробнее узнать о признаках и стадиях поражения тканей. Всего существует 4 вида обморожения, но наиболее распространен именно первый, наиболее легкий. Пораженный участок кожи приобретает мраборный окрас, также может снизиться чувствительность. Но несмотря на то, что это легкое обморожение, стоит как можно быстрее принять экстренные меры, чтобы согреться. У нас происходит немножко замедление сердцебиения, но давление при этом может повышаться до 40 на 100. Онемение, зябкость кожных покровов, побледнение, кожа охлаждается, появление гусиной лапки. Человек чувствует, что становится холодно, зайти в теплое помещение. Это самое первое правило. Если руки, то надо пытаться согреть их подмышками, ну как бы внутрь куртки, пальто. Хронические заболевания, они ослабевают иммунную систему. Нужно обязательно закаливание, витамины терапии, правильное питание. При выходе на мороз обязательно нужно покушать тепло плотно, чтобы организм может быть медленнее остывать. Чаще всего к обморожению приводят тесная и влажная одежда и обувь. Поэтому перед выходом на улицу в зимний период стоит хорошо поесть, чтобы у организма было больше ресурсов для защиты от холода. Также лучше выбирать удобную одежду, которая подходит для погодных условий и прикрывает все выступающие части тела. Ушные раковины, нос, а также пальцы рук. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости.